В Анадоре стартовала кинолаборатория в рамках мероприятий Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон». В этом году она проводится отдельно от основного киносмотра, чтобы уделить больше внимания образовательному процессу и привлечь детей школьного возраста. Школьники Анадриям учатся снимать игровые и неигровые документальные короткометражки. И впервые в этом году ребятам предоставили возможность создать два анимационных фильма. Они будут основаны на чукотских мифах и сказках. Участниками кинолаборатории «Золотой ворон» стали воспитанники детского летнего пришкольного лагеря «Розовая чайка», а их преподавателями – педагоги из столичной киношколы имени Макгафина и Санкт-Петербургской анимационной студии «Да». Все мероприятия проходят на базе школы. В кинолаборатории 2023 года «Золотой ворон» мы смогли собрать команду из порядка 40 ребят с разных классов. Возраст у них где-то с 10 до... от 10 до 17 лет где-то такой возраст у нас. Мы разбили на две группы. Одна группа у нас занимается созданием кино, игрового или документального. Другая группа создает впервые в рамках нашей лаборатории анимационные работы. Будут мультфильмы. Всего мы планируем сделать пять работ анимационных и игровых. В анимационном классе ребята по младшим создают образы, раскадровки, концепты персонажей, которые станут главными героями их мультфильмов. В этом им помогает режиссер-педагог студии «Да», создатель мультсериалов «Летающие звери», «Малыши», «Машинки» Мария Дубровина и художник-постановщик Полина Заславская – член Петербургского союза художников. «Я сейчас анимирую своего придуманного монстрика. Он вон там показан. Его зовут Креветка. Он помогает всем. Ещё чипсики любит кушать. И всё». Ну а в работе секции игрового и неигрового кино ребята постарше занимаются съёмками в разных локациях города, где процессом руководит педагог киношколы имени Магафином Александр Гамов. «Мы прилетели с киношколы имени Магафина из Москвы. И здесь, в кинолаборатории, мы учим ребят снимать кино. Сегодня мы снимаем трейлер для фильма. Ну то есть фильма самого не будет, потому что времени мало, чтобы его снять. Поэтому мы снимаем трейлер про девчонок, которые гуляют по Анадрию, потом находят заброшенное здание и заходят, и там что-то случается. То есть это трейлер фильма, который никогда уже не снимется». «Тройной союз» – кинолаборатория «Золотой ворон», школа Магафина и студия «ДАМ» – работает для того, чтобы детям попробовали себя реализовать в творческих профессиях, обрели навыки создания кино и анимации. В течение недели с ребятами проводится киноинтенсив. Им читают лекции по режиссуре, монтажу, операторскому мастерству, графике и работе с актёрами. «Во второй день у нас был конкурс идей. Мы это называем в кино питчинг. И было 11 идей, которые придумали дети, и потом было анонимное голосование, и выбрали две. Одна идея основана на чукотской сказке про злого духа, который приходит в гости в Ярангу к детям, которые шумят. И на основе этой сказки мы её адаптировали. Будет такая современная история про подростков». Премьера работ участников кинолаборатории на большом экране состоится в воскресенье, 18 июня в 19.15 в кинотеатре «Полярный». Здесь также планируется провести премьерный показ документальной картины выпускника кинолаборатории прошлого года Ирины Калюжной. А Тасикун – все вместе. Кинолаборатория проводится продюсерским центром молодёжной инициативы, Центром развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон» при поддержке правительства округа, президентского фонда культурных инициатив, Департамента культуры, спорта и туризма, окркиновидеопроката и Союза кинематографистов России. Антон Кучин, Арсений Гусев, Вести Чукотка.